всем привет кто меня смотрит и кому это интересно меня последнее время очень спрашивают как же чувствует себя и как растет вторая часть зигапиталума который я очень жестоко разделила видео как его пересаживала и делила вставлю в описании под видео кому интересно можете посмотреть вот и вчера пришла с работы я смотрю очередной вопрос а как же задняя часть зига растет и не растет на думаю ну что же это задняя часть то посмотрите какая передняя вот так раскрывается уже цветонос у нас вот сколько цветочков 1 2 3 4 5 6 цветочков растет он тут замечательно уходит корнями туда в субстрат кто помнит кто смотрел может посмотреть видео кто не видел какой там у него субстрат и вот такие корни он растет корнями тут и по поверхности хорошо я вот его полила только что как раз и субстрат хорошо уходит пришлось мне ему еще немножко сюда вот этот бугорок докрутить еще субстрата потому что посадила его немножко не так корням было неудобно расти а как только субстрат почувствовали куда есть ползти все остапа понесло говорится поговоркой которая стала вот и хочу еще в этом видео сразу рассказать какими же средствами я помогаю еще растением укореняться выздоравливать но не выздоравливать а укрепляться и расти так но вот эта часть а рост еще вот ростик вот ростик уже у нас вот такой уже листочки начинают показываться он у меня упал когда еще цветонос был совсем маленький то есть был один большой бутон когда он еще не раскрывался я так испугалась думала все у нас тут остались такие шрамики синяки вот и на ростике тоже вот на цветоносах тут тоже как кроище было еще закрыта ну ничего растет скоро в каком-нибудь обзоре о цветении будут его цветы ну и как же чувствует себя вторая часть а вторая часть то была посажена в горшок которую я обещала одной своей очень хороший знакомый если прорастет вырастет отдам значит я его поставила сначала в такое место она у меня стоял в другом месте где было не очень светло не сильно много солнца думаю да стоит до весны а там уже будем расти но он сам решил что ничего тебе за меня думать и сам решил расти и я его переставила уже сюда где побольше солнца когда выходит у нас уже уже начинает показываться солнце хотя все равно не так как раньше было прошлые годы вот тут такое у нас уже ростик вот это на всем набору это старые кроющие листья у нее опадают вот последний упал осталось только вот этих два сейчас его отсюда уберу солнце мешает о так намного лучше видно вот остались эти два листочка тут он сейчас уберу выкинул были у него все листья но я да когда садила были листья на этой бульбы и вот они последний упал это понятно за счет того что нужно жить я его номер на дам у него были какие-то живые корни но я наверное пересушила потому что его поставила в такое место думаю не расти пока до весны дотянем вот он сказал ничего за меня думать я сам знаю как мне лучше и начал расти вот такой ростик хороший и скоро начнется укоренение пойдут свои корни обычно вот еще чуть-чуть и начнут хотя он там а он видно сейчас попробую увеличить зачатки корешки даже корешков или не получается хорошо но там вот тут маленькое место такое светленькое это вот-вот уже будут выходить корешки ну сама бульба поморщена это понятно потому что нужно силы откуда-то брать вот это новое новая жизнь вот так лучше видно в общем все нормально мы растем мы растем мы живем и ростик такой не слабый хороший я не знаю каким он вырастет буду стараться что в хорошем вырос и как можно быстрее это отдать чтобы не занимало место ну а сейчас покажу и расскажу что я еще использую для орхидей и не только орхидей в помощь есть у меня вот такие две вещи которые вот сколько я пробовала разного использовала тоже в моем арсенале очень хорошо реагируют орхидеи не только они вот я рассаду растения тоже им поливаю там цветочную которую высеваю из семян потом когда растение начинает укореняться сейчас по порядку значит что это такое это удобрение от карге очень всем рекомендую кто заказывает у них растения попробуйте заказать такое удобрение значит она на основе это для вегетации как раз это удобрение вот каргигарда вот она на основе водорослей морских вот с такой формулой и плюс тут еще есть магнезия в общем 25 миллилитров на 2 литра воды используется с марта по октябрь в общем я его использую по другому маленько сейчас расскажу как в комплексе с вот этим тоником об этом тонике есть у меня тоже видео кому интересно заходите плейлист о реанимации там я рассказываю всех тониках это все витамины группы b плюс дополнительные макро микроэлементы которые нужны то есть это не удобрение карту которые нужны растениям для повседневной жизни для укрепления да если слабые растения или тяжелый период для них жизни так скажем или засуха в наших условиях бывает или наоборот холодно там нет тепла нет света то есть пережить такой период я его смешиваю вот это средство только беру дозу в два-три раза меньше смешиваю с вот этими витаминами b и обрызгиваю поливаю или замачиваю все зависит от того в каком состоянии растения значит удобрение использую только в том случае тогда когда видно что растение начинает расти а то есть набухают ростовые почки но ему тяжело допустим она без корней или очень осла и очень ослабленная до сель маленькая деленка ну вот видно по растению не знаю как это все правильно объяснить но вот я так по интуиции это все делаем вот в теплой воде это размешиваю и в теплую воду могу положить ну вот сейчас кто у меня сейчас покажу одну котлею вот это тот блок на блоке посадил уже показывала как они растут на коре да я их показ покупила как деленками и у них были элементы живых корней и корни которые есть хоть немножко хоть реагируют и она пытается расти вот смотрите дальше как растет корешки размножается такого манюня непущенная за забором просится сюда я ее не пускаю видно не вот удобрение могу использовать еще слабым раствор еще были слабее то есть когда чтобы надолить бульбу доформировать или молоденькие ростики идут тогда я использую удобрения то есть она для роста а если растение просто слабый тут просто тоненькие еще раз покажу видите корни как он туда заходят гуляют там среди корни папоротника вот и сегодня я полила пролила субстрат этого зигопиталума побрызгала его тут еще некоторых побрызгала которым бы надо расти укореняться которые пытаются расти и очень очень помогает так что всем советую то есть удобрение от карги и сейчас в любой стране есть какие-то средства которые на основе витамины это очень важные витамины для укоренения для роста не только растениям и но и нам и то есть что то есть какие-то аналоги сто процентов есть если есть возможность попробуйте мне очень нравится и вот так вот растение выхаживаю очень хорошо котлеи которые вот я покупала так это же я их показывал а вот эту вот эту на дозу она же без корней было совсем я не купала сначала только в тонике а потом когда увидела что он начинает набухать почки я уже добавляла чуть-чуть удобрения там уж ни корней ничего то есть еще как не было могла на только листьями это усваивать поэтому в тепленькой водичке с этим раствором я ее там купала а когда увидела что начинаются пупырышки корнили сбегом посадила потому что он потом не будет их сложно поломать без поломок вот так вот этот к этого я сразу удобряла корни у него там свои какие-то же были и корни сразу пошли поэтому и по листу и этот блок удобряла тоже вот наверное на этом и все зига показала и заднюю переднюю часть передняя часть все нормально скоро засветем задние тоже начали расти и немножко о средствах которые мы я пользуюсь для помощи чтобы помочь растениям расти и не только даже вот когда я высеваю семена огурцов помидоров всяких цветочных потом посаживать саду когда только они начинают прорастать и вот как там появляется уже там второй третий листочек вот этим раствором сбрызгиваю как они все хорошо начинают активно расти вот и проливать потом просто замечательно так у кого есть возможность купить и сделать такую болтушку смело попробуйте а потом еще расскажите о своих результатах но на этом все пошла заниматься своими орхидеями выходной солнышко всем как всегда хорошего настроения удачи всегда и везде пока пока